Последнее заседание парламента было посвящено исключительно краже миллиарда. Депутаты партии Действия и Солидарность раскритиковали отчет Генеральной прокуратуры о расследовании, оценив ее работу как неудовлетворительную. Потом фракция ПДС проголосовала за постановление, обязывающее правоохранителей в течение 30 дней разработать механизмы возврата денег. Блок коммунистов и социалистов заявил, что власть сводит счеты с генпрокурором и отказался голосовать. Фракция ШОР поступила также. Фактически не возвращено ни лея из украденного миллиарда. Все деньги, перечисленные в государственный бюджет, получены от продажи активов банков, которые обанкротились в результате мошенничества. Я понимаю, почему генпрокурор не захотел прийти, потому что нет прогресса. Половина сотрудников прокуратуры по борьбе с коррупцией причастна к махинациям. Половина. И эта половина за полгода подготовила четыре страницы ни о чем. Юридическая комиссия парламента по рекомендовала Высшему Совету магистратуры проверить деятельность судов, рассматривающих дела о краже миллиарда. Депутат-социалист Влад Батрынча возмутился, что комиссия не обратила внимания на роль других органов. Меня больше волнует роль национального банка. Не вижу ничего о политическом факторе. Когда деньги были выведены, а дыра покрыта за счет национального бюджета, правительство приняло несколько важных решений. Мы делаем вывод, что это политическая расправа с определенными людьми. Возмущение фракции Шор вызвало то, что ее председателю Илону Шору не дали возможности выступить в парламенте по видеосвязи. Уланов также раскритиковал Генеральную прокуратуру за выборочное расследование причастности госучреждений к хищениям. В конец ноября 2014 года в трех банках было около 7 миллиардов лей, что в два раза меньше цифры предоставленной госпомощи. Ни один из банков, ни акционеры, ни руководство не запрашивали эти деньги. Такая идея принадлежит Национальному банку и Комитету финансовой стабильности. Потом они же всячески продвигали гениальную идею ликвидировать банки, которые являлись единственным нормальным способом возврата государственного кредита, предоставленного коммерческому банку. Генеральная прокуратура отказалась прокомментировать постановления, принятые депутатами ПДС, как и прокуратура по борьбе с коррупцией. Мы также обратились за реакцией в Национальный банк. Там ответили, что в принятом постановлении содержатся все релевантные выводы парламента, тем самым указав, что НБМ в документе не фигурирует.